Здравствуйте! С итогами дня на Первом Приднестровском программа «Вовремя» в студии Татьяна Крачун. Смотрите в выпуске. В связи с действиями Украины. Сегодня президент Евгений Шевчук провел пресс-конференцию, а в Москве Дмитрий Рогозин в интервью российскому телеканалу рассказал о помощи Приднестровью. Повысить зарплаты граждан, увеличив сумму, с которой не взимаются налоги. Президент дал ряд поручений Минфину. Будет ли радовать нас погода в этом году? И о своей интересной профессии рассказали метеорологи в преддверии профессионального праздника. Простые истины из уст ветеранов. Помогают задуматься о службе в армии и понять, что же такое священный долг. В связи со сложной ситуацией на границе Украины и Приднестровья, президент Евгений Шевчук провел сегодня пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы приднестровских журналистов и рассказал об итогах своей поездки в Москву. Прямо сейчас смотрите полную версию встречи. Продолжение следует... На наш взгляд, безусловно, нет оснований для таких ограничительных мер, но они действуют, насколько нам известно. По нашим данным, более 200 граждан Приднестровской Молдавской Республики, имеющие российское гражданство, в первую очередь мужчины, не были пропущены за этот короткий период через Приднестровскую и Украинскую границу. Им было отказано во въезде, без разъяснения детальных причин. Мы отслеживаем эту ситуацию. К сожалению, эта ситуация напряжена не только с отказом в пропуске российских граждан. Есть, к сожалению, и обращение, которое свидетельствует о том, что есть проблемы с обеспечением безопасности при перемещении через Украину наших Приднестровских граждан на автотранспорте. Есть некоторые обращения об инцидентах, которые произошли там, в Украине. Хотелось бы отметить, что по последней динамике нам кажется, что ситуация стабилизируется в самой Украине. Мы выражаем надежду и пожелания всему украинскому народу, чтобы ситуация быстрее стабилизировалась, потому что мы географически и исторически всегда являлись соседями. И хотелось бы, чтобы больше было объективной информации, в том числе в украинских СМИ, о ситуации на Приднестровской и Украинской границе и в Приднестровье. То политическое, я бы так сказал, нагнетание обстановки, что мы отмечали в недавнем прошлом в украинских СМИ, нагнетание в части того, что Приднестровье, возможно, нападет на Одессу, штурмом возьмет Николаев или еще что-то, это было сделано в конкретных каких-то политических целях, не отражает объективность обстановки в Приднестровье. Вы сами можете отмечать, что несмотря на то, что Приднестровская и Украинская граница за последнее время украинскими силами сильно укреплена, я бы так мягко сказал, то Приднестровские подразделения, погранвойск, таможенных органов, они даже не переходили, в принципе, на расширенные варианты усилений. Служба, безусловно, осуществляется по охране границы с повышенным вниманием, это однозначно, потому что соответствует требованиям обстановки, но Приднестровье поддерживает режимы охраны границ, как и делали до этого теми силами и средствами, которые были ранее расположены на границах. Хотелось бы отметить, что мы всегда были, есть, остаемся соседями, и начиная какие-либо негативные действия, связанные с ограничением возможности перемещения для граждан через границу, это очень больно бьет непосредственно по правам граждан на свободу перемещений, потому что у них в наличии международно признанные документы, которые стороны обязались в рамках соответствующих договоров, исполняя эти договоры, пропускать эти граждан. И, безусловно, для нас, приднестровцев, это такой болевой вопрос, с учетом географического нашего расположения, с учетом того, что не все граждане Российской Федерации в силе политических причин могут ездить и в Молдову, например, с учетом того, что они многие находятся еще в розыске со времен 1992 года, поэтому это больно бьет по приднестровским гражданам, хочется выразить надежду на то, что ситуация будет скорее стабилизироваться, иного варианта просто не дано, любая конфронтация все равно заканчивается миром. Хочется выразить надежду, что это произойдет в ближайшее сужие время. В части ситуации по перемещению иных категорий граждан, хочу сказать, что у нас не отмечены факты ограничения по перемещению, но в целом, как отмечают наши пограничные службы и таможенные службы, поток через приднестровско-украинскую границу упал примерно в пять раз. Многие граждане, просто зная обстановку, отказались от необходимых поездок в Украину или через Украину и ожидают стабилизации обстановки. Надеюсь, эта стабилизация наступит в ближайшее время. В рамках поездок могу только сказать то, что я говорил ранее. Обсуждаются вопросы социально-экономического положения граждан Российской Федерации соотечественников на территории Приднестровской и Молдавской Республики. Последствия воздействия на Приднестровье таких ограничительных мер по перемещению граждан, возможные последствия по иным экономическим решениям негативного плана и могущим влиять на Приднестровье. Обсуждал вопросы, которые непосредственно затрагивают формирование среды обитания для приднестровцев. Евгений Валерьевич, сегодня Украина подписала политическую часть соглашения с Евросоюзом. В Молдове это уже как данность определенная. В этом контексте меняются какие-то вызовы ситуативные и наша жизнь, что нам ждать от этого? Мы с уважением относимся к нашим партнерам и, безусловно, внимательно следим, что происходит и в Кишиневе, и в Киеве, потому что эти соглашения глобального характера, которые создают новые условия для внешнеэкономической деятельности в Украине, в Молдаве, и эти условия в той или иной степени затрагивают Приднестровье, безусловно, ставят задачу перед приднестровскими органами государственной власти поиск путей поддержания функционирования приднестровской экономики. Это вопросы логистики, это вопросы экспорта, это вопросы импорта и так далее. Зная о том, что в СМИ порой ряд экспертов высказывает пожелание использовать ситуацию для того, чтобы объединить усилия наших партнеров, партнеров по переговорам, в первую очередь, в Украине и Молдаве, для того, чтобы оказать воздействие, в первую очередь, экономического характера на Приднестровье для получения каких-либо выгодных политических позиций. Но хотел бы предостеречь от, во-первых, таких негативных раздумий и от таких негативных решений, потому что приоритетом любой государственной политики и любых государственных решений, на наш взгляд, является, и это не только, на наш взгляд, это, в принципе, идеология всего человечества, защита и создание условий для конкретного гражданина. Попытки организовать в головах некоторых политических лидеров блокаду, контрпродуктивные, не направленные на сотрудничество, и они не будут иметь того эффекта, который некоторые себе предполагают. Я хотел бы сказать, что позиция Приднестровья базировалась на том, что наше понимание исходит из того, что только через сотрудничество можно найти компромиссы, можно найти формулы взаимодействия, которые будут выгодны всем сторонам в той или иной степени, заинтересованы в поиске окончательной формулы международного политического урегулирования. Потому что, если партнер это заботит, он является участником переговоров, если он думает, в первую очередь, о гражданах, то никаких негативных сценарий, на мой взгляд, не должно быть. Устраивать в 21 веке гуманитарную катастрофу на определенной территории, это, мягко выражаясь, подход, который не настраивает на получение позитивного результата. Несмотря на всю сложность возможных оценок, последствий, потому что сложно спрогнозировать, кто какая страна, как себя будет вести, Приднестровье предпринимает и разрабатывает комплекс мер, направленных на поддержание стабильности, в первую очередь, социально-экономической стабильности в экономике Приднестровья, обеспечивающей стабильность жизнедеятельности инфраструктуры Приднестровской, выплаты и так далее. Безусловно, важным элементом будет являться оказание помощи экономическим агентам, на которые, возможно, эти действия будут оказывать негативное влияние. Но я выражаю уверенность, что наши партнеры во взаимодействии с нами, в рамках соответствующих переговорных форматов, мудро и осознанно изберут неконфронтационный путь. Спасибо. Политический кризис на Украине затронул и Приднестровье. Республика попала под очередную блокаду со стороны соседнего государства. Приднестровские мужчины с российскими паспортами в возрасте от 16 до 65 лет неожиданно стали персонами нон-грата на Украине. За развитием этой ситуации внимательно следят в Москве. Заместитель председателя правительства России, спецпредставитель президента Российской Федерации по Приднестровью, Дмитрий Рогозин провел 20 марта рабочее совещание с профильными министерствами и ведомствами по вопросу оказания помощи нашей республике. В работе совещания принял участие и президент ПМР Евгений Шевчук. Подробности далее. В интервью российскому телеканалу Рогозин отметил, в Приднестровье проживают около 200 тысяч граждан России. По мнению российского вице-премьера, их могло быть и больше, если бы Молдова разрешила открыть генеральное консульство в Тирасполе. Все в душе это граждане, все наши соотечественники, это наши люди, это часть нашего русского мира. Однозначно совершенно. Дмитрий Рогозин рассказал о помощи, которую Россия оказывает Приднестровью. По линии неправительственной организации «Евразийская интеграция» Москва финансирует строительство 12 социальных объектов. По мнению Рогозина, стройка – это не только помощь Приднестровью, но еще и ясный сигнал политическим оппонентам. «Строя, вкладывать деньги, наши бюджетные российские деньги, вот в наших же граждан, мы показываем всем, что если мы это строим, особенно детские садики и школы, значит мы верим в будущее Приднестровья, верим в то, что Россия и Приднестровье будут связаны самыми тесными узами». Дмитрий Рогозин еще раз подтвердил, позиция России по Приднестровью будет зависеть от реальной геополитической обстановки в регионе. «Конечно, мы гаранты Приднестровского регулирования, мы должны быть объективны, мы должны поддерживать эти так называемые международные форматы переговоров, но при этом мы будем исходить из реальности. А реальность такова, если Кишинев пойдет в Брюссель, в Европейский Союз и в НАТО, но Приднестровье точно не пойдет туда». Сегодня взвод российских военнослужащих попал под обстрел террористов, но, к счастью, это только сценарий плановых учений в ОГРВ. Они стали итогом очередного этапа подготовки военных. На войсковом стрельбище побывал и наш корреспондент Ярослав Богат. Разведка местности и занятие боевой позиции. Солдаты передвигаются боевыми двойками, прикрывая друг друга. Противнику так труднее поразить военнослужащих. Стрелки, снайперы, гранатометчики. Пару месяцев назад они проходили одиночную подготовку. Сегодня уже третий этап – боевые стрельбы взводов. Все действия должны быть максимально слаженными. При обнаружении противника военнослужащие занимают оборону на указанном рубеже и выполняют задачи по уничтожению условного противника. Уничтожение противника присвоится не только автоматами Калашникова, но также несколько пулеметов, гранатомет и снайперская винтовка. В роли условного противника переодетые военнослужащие, но от этого условия тренировки не смягчаются. Они должны быть максимально приближены к реальным, боевым. Взрывы, стрельба, грохот БТРов. Когда противник обнаружен, на него обрушивается шквал огня. Боевые стрельбы взводов являются заключительным этапом слаженности взводов. На данном занятии оценивается как действия командиров при управлении личным составом в бою, так и тактические действия подчиненных. Боевые стрельбы взводов прошли на высоком методическом уровне. Боевые задачи были выполнены. Следующий этап военной подготовки состоится через месяц и завершит учебный период у мотострелкового батальона УГРВ. Финалом подготовки станут ротно-тактические учения, на которых военнослужащие отработают совместные действия в составе рот с выходом военной техники. Насколько можно увеличить доходы граждан? Президент поручил изучить этот вопрос на расширенном совещании в Министерстве финансов. Евгений Шевчук считает, что повышение зарплат можно добиться, увеличив налоговый вычет, то есть сумму, с которой работники не уплачивают налоги. О том, какие еще изменения планируются в финансовой системе, Степан Бугаев. В Приднестровье за два года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2,5 тысячи. Это одна из причин, по которой бюджеты городов и районов выросли более чем на 60%. Только Тирасполь дополнительно получил 123 миллиона рублей. Цифры могли быть еще выше, утверждает начальник столичной налоговой. Она говорит, до сих пор многие очень успешные торговцы работают без патента. Они пользуются тем, что плановые проверки проводятся только раз в три года. При выходах на проверку, на плановую, либо внеочередную, зачастую индивидуальные предприниматели закрывают бутики, либо павильоны свои. И у налогового инспектора нет возможности проверить на предмет наличия патента этого предпринимателя. Налоговые должны получить больше полномочий, считает президент. Он говорит, важно, чтобы отчетность была прозрачная, но не сложная для предпринимателей. Евгений Шевчук поручил усилить борьбу с отмыванием денег, особенно когда речь идет о крупных сделках. И уделять больше внимания под акцизным товаром. Продажа алкоголя, сигарет, бензина, где формируется наибольшая прибыль. Большое, огромное количество организаций, которые сдают отчеты с нулевым балансом. При отсутствии сведений о складских каких-либо помещений, о какой-то базе, о каких-то торговых точек. Но обороты миллионные. У нас часто используется схема. Открыли фирму, завезли все, что надо, продали быстро деньги по карманам, фирму закрыли и история закончилась. И когда мы пытаемся законодательно изменить эту ситуацию, понятно, там в Верховном Совете есть определенные представители бизнеса, они считают, что это ухудшает условия. Поэтому на уровне постановления правительства, на уровне указа президента мы можем перекрыть эти каналы. И необходимо это сделать. В Приднестровье невысокие зарплаты, подчеркнул президент, и призвал материально стимулировать высококвалифицированных сотрудников. Чтобы повысить доходы всех работников, президент поручил Минфину и Минэкономразвития проанализировать и внести предложение, насколько можно увеличить налоговый вычет, то есть сумму, с которой не удерживаются налоги. Мы такой шаг сделали в 2014 году, и надо эту практику продолжать. Нам необходимо создание привлекательных условий для повышения роста оплаты труда здесь, внутри республики. Поэтому какие возможности есть, я думаю, что должна быть минимум трехлетняя, пятилетняя программа, и нужно минимальную заработную плату, она должна быть, безусловно, в этот период увеличена. Президент и председатель правительства поблагодарили сотрудников Минфина за работу. Цифры говорят сами за себя. За два года поступления в бюджет выросли с 300 до 400 миллионов долларов, а налоговые доходы выросли более чем в два раза. Степан Бугаев, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. Более 250 приднестровцев в этом году получат возможность учиться в российских вузах. Прием документов уже завершился. Совсем скоро комиссия начнет отбор претендентов. О новых правилах поступления журналистам рассказала министр просвещения. Подробности у Сюзанны Авакян. Из 253 квот 99 целевые для госуниверситета, а 135 уже для выпускников учреждений общего и профессионального образования. Претендентов довольно много, примерно по два человека на место, а на востребованные специальности конкурс еще больше, по 5-6 человек. Если говорить о тех специальностях, которые наиболее востребованы в квотах этого года, то наиболее востребованные у нас и в прошлом году были – это медицинские специальности. В этом году востребована стоматология. Это специальности экономики и менеджмента, специальности, которые были востребованы и в прошлом году. Туризм и дизайн. Электроэнергетика и электротехника. И таможенное дело и строительство. Если в прошлые годы указывались конкретные вузы, то теперь перечислены лишь специальности. И претендент на российскую квоту может сам выбрать от двух до шести вузов, но с одним условием. Эти учреждения образования не должны располагаться в одном федеральном округе. И еще одно отличие от прошлых лет. Сейчас Минпрос только отбирает кандидатов на ту или иную специальность. А поступит он туда или нет, будут решать в самом вузе. Документы этих детей будут разосланы в те вузы, в которых они изъявили желание обучаться. В эти вузы придут документы и всех остальных детей стран СНГ, в которые были направлены квоты Российской Федерации. И уже непосредственно вуз у себя на месте из всего полученных количества документов будет определять тех детей, которые он зачисляет к себе на обучение. Если ребенок, подавший документы, не попадает в тот вуз, который он планировал, ему предлагается либо другой вуз на обучение по уже видению Министерства образования Российской Федерации. Заседание отборочной комиссии предварительно назначили на 2 апреля. Председателем комиссии станет советник посланий к посольству России. Заместителями председателя этой комиссии будут руководитель представительства Россотрудничества Молдове и первый заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики. В состав комиссии входят представители от русских общин, в состав комиссии входят представители от министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики, Входят руководители организаций общего образования из Тирасполя, из Григоропольского района, из Дубосарского района. Таким образом, комиссия достаточно большая и достаточно профессиональная. Первое, на что будет обращать внимание комиссия, это качество и результаты обучения претендента его участия в интеллектуальных и творческих конкурсах. В заключении министр просвещения отметила, наши выпускники всегда успешно обучаются в российских вузах. Свидетельство тому регулярные благодарственные письма, которые поступают в адрес министерства и даже правительства республики. Сюзанна Авокяна и Юрий Прошичев, Первый, Приднестровский телеканал. В Министерстве просвещения разработали рекомендации по организации церемонии вручения аттестатов. Дело в том, что в адрес ведомства постоянно поступают обращения от родителей и педагогов. Связаны они с местом проведения выпускных вечеров. Большинство школ предпочитают неофициальную часть мероприятия проводить в заведениях общественного питания, а некоторые там же вручают и аттестаты. Многие одиннадцатиклассники из-за финансового положения семьи просто-напросто не приходят на свои выпускные вечера. Этот документ говорит о том, что в обязательном порядке вручение аттестатов об образовании должно быть организовано и проведено в образовательном учреждении. Есть ряд образовательных учреждений, чьи здания не приспособлены для проведения таких мероприятий. Здесь мы жестко вот для таких школ не регламентировали. Они могут в близлежащем учреждении культуры вручить эти аттестаты. Но ни в коем случае аттестаты не должны вручаться в увеселительных учреждениях. И все дети должны иметь возможность попасть на церемонию вручения аттестатов. Вторую часть выпускных вечеров Минпрос также рекомендовал проводить в стенах школ. Но заставить это делать в ведомстве не смогут, отметила Светлана Фадеева. Министр также напомнил, а все выпускные баллы пройдут 23 июня. Центральные улицы Террасполя могут встретить 25-ю годовщину республики в обновленном виде. О реставрации и косметическом ремонте строений по улицам 25 октября Карла Либнихта и Шевченко говорили сегодня в госадминистрации столицы. По результатам оценки специальной комиссии, некоторым зданиям хватит покраски, тогда как другие нуждаются в капремонте. А единственный в Террасполе бульвар в скором времени планируют реконструировать. На этот год запланированы денежные средства на средний ремонт дорог на бульваре Гагарина, на реконструкцию системы освещения. А на следующий год планируется провести реконструкцию, ремонт тротуаров. Госадминистрация дала поручение владельцам строений по центральным улицам привести их в надлежащее состояние. К 25-й годовщине образования республики в центре столицы не должно быть полуразрушенных и аварийных зданий. Новые власти Одесской области распорядились установить 13 дополнительных блокпостов на границах с Приднестровьем и Молдовой. Усиленные наряды милиции совместно с пограничниками и сотрудниками Службы безопасности Украины контролируют трассы, которые связывают Одессу с Киевом, Кишиневом, Террасполем и Рени. Они размещены в селах Сычавка, Дачная, Кучурган и Сарата, а также в поселке Затока и на пропускном пункте Платонова. Неспокойно и в самой Одессе местные общественные организации планируют провести в воскресенье многотысячный митинг и марш по улицам города. Их лидеры заявляют, что таким образом они намерены протестовать против узурпации власти на Украине и начавшихся в стране политических репрессий. Далее в выпуске обзор событий в мире. Детальное обсуждение ситуации на Украине – основная тема оперативного совещания, которое Владимир Путин провел с членами Совета Безопасности. Угрозы Киева, выйти из СНГ и возможное введение визового режима в отношении России. Глава государства отметил, думаю, мы должны пока воздержаться от ответных шагов. Прежде всего это касается визового режима с Украиной, потому что в случае введения нами визового режима с Украины пострадают ни в чем не повинные миллионы украинцев, которые и так живут небогато и работая в России, зарабатывают небольшие деньги для поддержания семьи. Не нужно этого делать, считает Владимир Путин. В Брюсселе сегодня было подписано соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, но только его политическая часть. Это 900-страничный документ. Он подтверждает европейское стремление Украины, однако в нем нет ни слова о возможности вступления в ЕС. Более того, в преамбуле документа ясно написано, что он оставляет открытым будущее развитие отношений Украины с Евросоюзом. Примечательно, что экономическую часть соглашений украинские власти пока отказываются подписывать, так как есть опасения, что она может навредить украинской экономике. Вернуться к этому вопросу обещают после 25 мая, на которое назначены президентские выборы на Украине. Власти Молдовы присоединились к санкциям, введенным Европейским Союзом в отношении ряда официальных представителей России и Украины. Это в том числе означает, что целый ряд высокопоставленных лиц Российской Федерации больше не смогут въехать на территорию Республики Молдова. При этом депутаты местного парламента заявили, что об этом решении их никто не оповещал. И задали законный вопрос, кто из чиновников будет отвечать за те последствия, с которыми могут столкнуться сотни тысяч граждан Молдовы, проживающих и работающих сегодня в России, если Москва примет ответные меры. Но этот вопрос остался без ответа. Многие европейские страны не готовы нести убытки, связанные со сворачиванием сотрудничества с Москвой. Премьер Чехии, например, заявил, что, введя санкции, Европа накажет сама себя. А премьер Венгрии считает, что его страна вообще не имеет отношения к российско-украинскому конфликту. Другие страны за свое согласие объявить бойкот России банально требуют денег. Болгария, Латвия и Кипр уже попросили Брюссель компенсировать им потери от возможных санкций против России. Для этих стран попытка экономической изоляции Москвы – настоящее стихийное бедствие. Вот только денег на компенсации, как говорят в Брюсселе, попросту нет. Что такое Родина и каков долг перед ней каждого молодого человека? Воспоминания боевых офицеров и солдат срочной службы, а также маленькая часть истории времен Великой Отечественной войны. В терраспольском техникуме коммерции прошел День призывника. Подробнее в сюжете Александр Кожухарь. «Родина – это то, что каждый мужчина должен защищать. И это не пустые слова». Студенты столичного техникума коммерции говорят – слыша такие простые истины из уст ветерана, задумываешься о службе в армии. Сергей Короленко – первокурсник, но несмотря на то, что учиться ему еще три года, уже сделал свой выбор. По окончании учебного заведения планируют служить в Бендерской крепости. «Потому что в ВДВ тяжело попадать. Тяжело попасть, и навряд ли я возьму с моим здоровьем, а туда возьму». Ветеран-ординаносец, участник боевых действий Леонид Нудельман рассказал студентам о своей былой службе. О том, что защищать родину – это не провинность, а священный долг каждого мужчины. И главное, что армии бояться нельзя, так как большинство слухов идут от людей, далеких от воинской службы. «Армии бояться не надо, особенно сейчас в Приднестровье. Я считаю, что грамотные офицеры, командование очень неплохое. Да, может быть, бывают отдельные случаи. Но я хочу вам сказать, что я бываю в частях и так далее больше сплетен, чем на самом деле то, что произошло». В завершении дня призывника студентам продемонстрировали основные виды стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Здесь и винтовка Мосина, и пистолет-пулемет Судаева, и легендарный ППШ. «Пистолет ТТ – это пистолет, также история, образца 1930 года, первый автоматический пистолет во время Отечественной войны. Прошел всю войну и также стоял на вооружении и в многих странах, и в Африке, и в Востоке, когда был Советский Союз». Организаторы мероприятия говорят, именно эти образцы оружия были выбраны не случайно. Великая Отечественная война – яркий пример того, как нужно беззаветно любить родину. Александр Кожухарь, Денис Гуляев, Первый Приднестровский телеканал. Взять с собой зонт или надеть солнечные очки? Когда начинать пассивную кампанию и как влияет глобальное потепление на климат в Приднестровье? Ответы на все эти вопросы дали метеорологи. В преддверии профессионального праздника сотрудники Гидромедцентра провели пресс-конференцию. Кем хочет стать Виталий Кальвенко никогда не мог ответить определенно, но всегда знал, что хочет быть ближе к природе. Сегодня он заместитель директора Республиканского гидромедцентра. В его копилке около 30 уникальных научных статей и любовь к своей работе. Удовольствие в том, что ты общаешься с природой, в том, что ты не лисомеришь, в том, что ты вносишь свой вклад в охрану природной нашей среды. И, кстати, одну из своих деятельностей тоже вижу – это сделать нашу природу, сделать нашу экологическую культуру выше. Меньше всего осадков выпадает в марте. Ноябрь с каждым годом становится холоднее. А из-за глобального потепления увеличивается амплитуда дневных и ночных температур. Эти результаты многолетних наблюдений помогают не только составлять прогнозы на будущее, но и, например, вместе с аграриями создавать условия для хорошего урожая. Осадки маловероятны – без существенных осадков. То есть, я хочу сказать, что, возможно, надо активизировать работу по поливным работам раньше, чем это обычно в нашей республике происходит уже в мае месяце. Вот такая наша рекомендация. Устаревшая материальная база, нехватка молодых специалистов и низкие зарплаты. Несмотря на эти проблемы, сотрудники гидромедцентра ежедневно могут предоставить данные о погоде на завтра или ближайший месяц. Предпраздничный день – не исключение. Мы сейчас наблюдаем относительно теплую погоду и без осадков, поскольку атмосферное давление выше нормы. Такой характер погоды сохранится в ближайшие дни, включая выходные. Осадков не ожидается, а температура будет достаточно высокой – до 19 градусов. А в последние дни марта погода начнет меняться. С середины следующей недели дневная температура воздуха немного опустится, по словам метеорологов, до 12-14 градусов. И только после 10 апреля столбик термометра будет по-весеннему неуклонно идти только вверх. Татьяна Лилица, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал. Весенние каникулы для юных приднестровцев начнутся с традиционного конкурса «Юные таланты Приднестровья». Учащиеся школы искусств, музыкальных и художественных учебных заведений 24 и 25 марта будут бороться за звание лучшего юного танцора, исполнителя и художника. Всего в конкурсе участвует более 1300 школьников от 25 учреждений дополнительного образования по всей республике. И наша задача из этих детей – выбрать тех талантливых детей, для которых искусство будет профессией. Вот это все-таки наша сверхзадача. Мы себе готовим смену, мы себе готовим талантливое будущее. Оценивать детей будет компетентное жюри, отмечают организаторы. Причем для большей объективности оценок участники коллегии не будут знать имена конкурсантов и их принадлежность к какой-либо школе. Работам, картинам и музыкальным номерам будут присваиваться названия или особые коды. Ребята, занявшие призовые места, помимо грамот, получат льготы при поступлении в ВУЗы Приднестровья на музыкальные, художественные или хореографические специальности. Это были главные новости на сегодня об этих событиях. И не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде. 22 марта в Москве облачно с прояснениями. Ночью плюс 4, днем плюс 12. В Киеве ясно. Ночью 13, днем 19 градусов. В Кишиневе ясно. Ночью 13, днем 18. В Схинвале ясно. Ночью плюс 6, днем плюс 12. В Сухуми также ясно. Ночью и днем 13 градусов со знаком плюс. В нашей республике, по сообщению Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха по северу республики ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 16, плюс 18. В столице ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 17, плюс 19 градусов. В последующие сутки ожидается погода без осадков. Температура существенно не изменится. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хай-Тек». Такими событиями заполнился этот день. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok